Присоединяйтесь к Geek Movies, канал самого крупного супергеройского сообщества ВК, Marvel DC. История создания фильмов, невероятные теории под соусом из свежих и актуальных новостей, разборы трейлеров и возможность взглянуть на любимых героев совсем по-другому. Это и многое другое ждет тебя прямо сейчас. Практически каждый более-менее популярный супергерой имеет определенный набор оружия, которая помогает не только в формировании узнаваемого образа героя, но и позволяет фантазии киноделов развернуться при создании экшн-сцен. Всем привет, меня зовут Илья Бунин, и сегодня я предлагаю вам ТОП-10 самых ярких и запоминающихся супергеройских орудий смерти. Погнали! Десятое место. Жезл Сарвиголовы. Сарвиголова впервые появился в комиксах Marvel в 1964 году, но действительно узнаваемым этот персонаж стал в конце 70-х, когда за его образ взялся известный иллюстратор Фрэнк Миллер. Именно он наделил данную вселенную своим неповторимым нуарным стилем, многие элементы которого впоследствии легли в основу графической новеллы «Город грехов». Так как Сарвиголова изначально был слепым героем, его основное оружие имеет соответствующий вид. В неактивном состоянии Жезл персонажа замаскирован под обычную трость для слепых, но на деле это многофункциональное оружие. В него встроен 9-метровый трос с остальным крюком на конце, и именно в таком виде Сарвиголова его чаще всего использует. Но при необходимости Жезл может трансформироваться в нунчаки, с которыми владеющий восточными единоборствами герой управляется мастерски. Девятое место. Пистолет судьи Дредда. Законодатель. В мире будущего, где судьи помимо своей основной функции сочетают в себе роль полицейских и палачей, они шляются по улицам в доспехах и собственноручно разбираются с преступниками прямо на месте. В таких условиях герою не помешало бы мощное и харизматичное оружие, которым стал пистолет судьи Дредда с озвученным названием «Законодатель». Эта технологичная пушка может стрелять автоматическим и полуавтоматическим огнем, имеет ручную и автоматическую фокусировку с прицеливанием и встроенный компьютер, который регулирует работу оружия. Помимо этого, законодатель способен работать только в руке своего хозяина. Оказавшись в чужой лапе, он просто-напросто взорвется, оторвав конечность незадачливому злодею. Восьмое место. Рука Рока или Десница Судьбы Хеллбоя. Как и судья Дредд, герой комиксов Дагхос Комикс по прозвищу Хеллбой щеголяет запоминающимся огнестрельным оружием, которым выступает его огромный револьвер. В фильмах про Хеллбоя этот ствол выглядит скорее как элемент образа, который дополняет имидж. А вот куда более действенным и необычным оружием зарекомендовала себя правая рука Хеллбоя, которая именуется Десницей Судьбы или Рукой Рока. Ее предплечье и кисть непропорционально огромны по сравнению с остальным телом, а на вид рука сделана из красного камня. Лупит она, как кувалда, а чувствительность полностью отсутствует. Поэтому Хеллбой постоянно использует ее как основное оружие ближнего боя и средство защиты. Седьмое место. Цепь призрачного гонщика. Как и сорви голове, одному из самых ярких антигероев Марвел призрачному гонщику не очень везет с полнометражными экранизациями, но менее крутым он от этого не становится. Довольно необычный персонаж в виде объятого огнем байкера с обгоревшей черепушкой должен иметь соответствующее общему антуражу вооружение, и оно у него есть. Самым интересным и ходовым элементом в его арсенале стала обычная с виду цепь, которая в руках самого гонщика становится универсальным орудием смерти. Цепь подчиняется командам своего хозяина, имеет огромную прочность и может менять свою длину. При необходимости она может становиться твердой и превращаться в некое подобие копья, а если ее раскрутить, то получается циркулярная пила или даже огненный смерч. Шестое место. Бетаранги Бэтмена. С самого начала своего существования Темный Рыцарь оборудовал себя самыми мудреными и технологичными приблудами, благо что его финансовое положение позволяло любые фантазии. Но самой настоящей визитной карточкой Бэтмена стали его бетаранги. Своеобразная модификация бумеранга в виде летучей мыши. За несколько десятков лет существования персонажа было придумано бесчисленное количество вариаций этого оружия. Бетаранги просто выбивали оружие из рук, взрывались, были самонаводящимися, вели слежку и какие только функции они не выполняли. К тому же про визитную карточку я сказал не просто так. На пойманных преступниках Бэтмен иногда любил оставлять клеймо в виде все того же бетаранга. Пятое место. Кольца силы зеленых фонарей. В амплуа зеленого фонаря появлялось множество персонажей, которых в то или иное время придумывали сценаристы студии DC. Но одно всегда оставалось неизменным. Это кольцо силы, благодаря которому зеленый фонарь и превращался в супергероя. Описывать все способности этих колец не имеет никакого смысла, так как их мощи и эффекты ограничивались лишь фантазией и силой воли их владельцев. Тут вам и материализация всевозможного оружия и предметов, и сверхзвуковое перемещение, и смертоносные лучи какой-то зеленой херни из кольца и так далее и тому подобное. Четвертое место. Молот Тора. Мельнир. Мельнир, как и его владелец, были придуманы еще в незапамятные времена и стали одним из самых известных элементов германо-скандинавской мифологии. Спустя много сотен лет ушлые и жадные добобладядьки превратили сурового скандинавского бога в брутального метросексуала, который присоединился к команде колготок и латекса. Но суть его главного оружия не изменилась. По сути, вся сила марвеловского Тора сосредоточена исключительно в молоте. Он позволяет своему хозяину летать и перемещаться с высокими скоростями, при необходимости превращаться в суперубойный бумеранг, а мощь его удара по-прежнему настолько велика, что вызывает гром и молнии на головы супостатов. Кстати, согласно мифологии, Мельнир выковали с непропорционально короткой ручкой из-за проказ Локи. А вообще он должен был выглядеть как полноценный боевой молот. Третье место. Когти Росомахи. Среди всех героев этой подборки только мутант Росомаха изначально имел в своем арсенале оружие биологического происхождения. Его когти стали результатом мутаций и всегда были неотъемлемой частью скелета Логана, но далеко не всегда были столь смертоносным оружием. Костяные когти вполне можно было сломать, что нам и продемонстрировали в одном из фильмов. А вот в суперпрочное холодное оружие их превратил добрый дядька Уильям Страйкер, накачав тело Логана металлом внеземного происхождения под названием Адамантий. Страйкер превратил мужика с невероятной регенерацией в практически неубиваемого мясника. Когти Росомахи способны резать любой металл на земле, не говоря уж о мягких тушках его врагов. Второе место. Щит Капитана Америки. Не поддаются Логану только те элементы, которые также изготовлены из Адамантия, а также знаменитый щит Капитана Америки, который изготовлен из сплава вибраниума и стали. Помимо того, что щит фактически представляет собой неразрушимый объект из-за присутствия в нем вибраниума, он способен поглощать огромное количество кинетической энергии. Именно поэтому Капитан Америка имеет возможность укрываться своим диском от ударов, прямых попаданий пуль и даже ракет, и при этом оставаться на месте, не улетая от взрыва. Также щит постоянно используется Капитаном в качестве метательного оружия, при этом имея особенность возвращаться к своему владельцу наподобие бумеранга. Первое место. Костюм Железного Человека. Как ни крути, из всех прибамбасов разномастных супергероев костюм Тони Старка представляет для зрителей наибольший интерес сразу в силу нескольких причин. Во-первых, он стал результатом технологического гения обычного человека. В данный момент он, конечно, выглядит фантастически, но вечные дети в каждом из нас продолжают надеяться, что когда-нибудь такую хрень создадут в реальности. Во-вторых, доспехи Железного Человека настолько многофункциональны, что большая часть самых ярких экшн-сцен в фильмах Марвел связаны с действиями этого героя. Костюм позволяет своему носителю летать и превращает его в универсальную боевую единицу, которая может автономно вести бой в воздухе, на земле и даже под водой. Да что уж там, Старк даже в открытый космос умудрился слетать и ничего, живой остался. Про богатый арсенал вооружений, которым напихан этот костюм, я уже и вовсе молчу. Вы сами все видели в фильмах. Ну и в конце концов, костюм Старка имеет одну особенность, которая не обладает оружием других супергероев. Он может дистанционно управляться своим хозяином, или же вовсе действовать самостоятельно, под управлением искусственного интеллекта. Что делает это изобретение самым примечательным супергеройским оружием в этом списке. Ребят, на этом все. Если вам понравился выпуск, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Кстати, сейчас вы еще можете посмотреть видео о 10 актерах-родственниках. Думаю, вы много интересного для себя узнаете. Ролик тот, что справа. Или видео о 5 самых скандальных актерах. Ролик тот, что слева. Все ссылки, если что, есть в описании. И до скорого. Пока.